Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Артём. И это такая новая, внеочередная рубрика на канале. Посылка от подписчиков. Пришел мне вот такой вот небольшой коробок из Москвы. Огромное спасибо Максиму за посылку. Давайте вскрывать, смотреть, что здесь у нас находится внутри. Здесь должны быть аудиокарты. Если вы следите за каналом, то знаете то, что я снимал видео с довольно старой системой. На слот 1. И там я устанавливал процессор. Это был процессор Intel Celeron. Самый первый процессор Intel Celeron, который Intel выпустила. И вот проблемка там у меня была одна. Не было у меня звука на материнской плате Asus. Как вы знаете, раньше материнские платы звуковыми кодеками не оснащались. Нужно было звук покупать отдельно. У меня звука не было. И вот мне как раз его заслали. Так, классно все внутри запаковано. Действительно, спасибо. Даже упаковка суперская. Ну что, теперь давайте распаковывать. И смотреть непосредственно, что у нас здесь внутри. Так, и здесь внутри у нас находятся непосредственно платки. Так, вот они. Вторая. Так, здесь у нас есть еще даже. Третья. Еще четвертая. Большое спасибо. Думаю, будет даже их меньше. И пятая. Вот они, наши звуковые платы. Давайте посмотрим на них чуточку теперь поближе. Ну, а в отдельном ролике я уже, собственно говоря, буду говорить уже о той или иной плате более подробно, уже предметно, так сказать. Сейчас посмотрим просто обзор на что за модельки. Что же, друзья, начнем вот с этой вот первой платочки. Это компания Aureal. 1999 год. Здесь у нас стоит копирайт. Не знаю, правильно ли прочитал название компании. В свое время Aureal судилась с компанией Creative и даже выиграла суд. Но, к сожалению, издержки судебные компанию разрушили, она обанкротилась и в дальнейшем вся интеллектуальная собственность компании Aureal вошла в, собственно говоря, собственность креатива. Вот такая вот краткая история компании, насколько я помню. Так, это первая платка. Дальше у нас это, собственно говоря, Creative Labs, моделька CT4810. Вот такая вот платка. Здесь у нас звук, звуковые порты и на каждой у нас есть еще дополнительный порт. Это для игрового контроллера. Так, смотрим, что есть еще у нас. Это Sound Blaster Live. Отличная карточка. CT4870 конкретно моделька называется. Вот так вот она выглядит. Дальше следующее. Это под брендом Genius. Вот такая вот платка. Потом также на все это посмотрим в отдельном обзоре. И еще одна плата. Это CT4750. Опять же, тоже, как я понимаю, креатив совместимая. Звуковая карточка. Вот такие вот платы. Максим мне, собственно говоря, прислал. Огромное еще раз спасибо. Буду устанавливать свою систему, экспериментировать, смотреть, что у нас с драйверами. Как все это дело функционирует и работает. У меня, к сожалению, опыта работы с внешними аудиокартами не было. Поскольку, когда у меня появился компьютер, звуковые кодеки уже активно использовались в материнских платах. И как-то я никогда не задумывался о покупке отдельной карты для, соответственно, слота PCI. Но, безусловно, такие звуковые карты намного лучше будут работать, чем встроенные кодеки. Особенно, там, в 99-м, 2000-м, 2001-х годах. В общем, ждите отдельные ролики. Будем все это запускать уже в реальной системе, настраивать и так далее. Я думаю, что будет крайне-крайне интересно. Что же, подписывайтесь на канал, ждите новых интересных роликов. И делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Ставьте большие пальцы вверх и оставляйте свои комментарии. Каким звуком вы пользуетесь, встроенным в материнскую плату, отдельными карточками. Пишите какие-то свои истории. Возможно, когда вы впервые познакомились с такими вот внешними картами. Будет все это крайне мне интересно прочитать. Ну и, наконец-то, уже прощаюсь. До встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok